На центральной площади как никогда многолюдно. По-другому и быть не могло. Во-первых, любовь к русской гармошке у нас на генетическом уровне. Во-вторых, подготовка к фестивалю «Играй гармонь» шла в городе на самом высоком уровне. Мэр города Одинцова Александр Альбертович Гусев принял решение, что Всероссийский фестиваль народного творчества «Гармонь. Собирая друзей» будет проводиться именно на территории города Одинцова. Гармонь собрала очень множество людей. К нам приехали самые известные гармонисты. Это гармонисты «Золотой десятки России», лауреаты фестиваля «Играй гармонь» из разных городов России. Мурома, Рязани, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области и других регионов. И я надеюсь, что эта традиция будет в дальнейшем поддерживаться и такие фестивали у нас будут проходить ежегодно. Представители 12 городов России, начиная от Северного Архангельска, собрались в Одинцове. Большинство из них – преданные последователи, основатели фестиваля Геннадия Заволокина. После его трагической гибели гармонисты России по зову сердца собрались в Санкт-Петербурге, чтобы договориться, как продолжить популяризацию гармонии, которую настойчиво вытесняет попса. В стране возникло сразу несколько заволокинских центров. В Одинцове руководитель известного ансамбля «Россияночка» Сергей Ижукин, обладатель многочисленных лауреатских дипломов, назвал свой проект «Гармонь собирает друзей». Я не думаю, что Одинцово такой большой город. Я думаю, это типа как у нас под Питером, такой маленький город Сестрорецк. Или вот типа Нелидово, откуда Миша родом. А у вас очень город замечательный, очень понравилось, спасибо большое. Приятно, что такие фестивали проходят каждый год. И что из маленького концерта гармонистов получился настоящий всероссийский фестиваль. Если говорить о гармонии, то вот Геннадий Заволокин приводит такой пример. В начале войны, в июне месяце, на фронта войны было отправлено 12 тысяч гармоний. А уже в августе этого же года было 60 тысяч гармоний. И понеслись над военными дорогами, над бесконечными окопами и землянками наши родные русские песни. Тогда понимали силу русской гармонии, тогда понимали слово русского, песни русской. Простая русская гармошка 4 сентября на дне города Одинцова стала главной героиней праздника. Ее можно было купить на ярмарке. Организаторы позаботились и об этом. Но главное – послушать истинных виртуозов, попеть с ними песни и даже поплясать. Лучшие гармонисты России. Они приехали сегодня к нам на этот праздник и выступают на всех площадках города Одинцова. В 8-м микрорайоне, в микрорайоне Кутузовский, здесь на центральной площади. Русская гармония – это прекрасный инструмент. Это инструмент истинно народный, который поднимает настроение и в руках мастера. Это просто волшебный инструмент. Во время проведения фестиваля звучали последние новости городской жизни. Поздравляли родителей новорожденных, величали новобрачных. Их семейный союз – знаковое событие. Родился в день рождения города. Вот такая родилась традиция. Для всех участников фестиваля были подготовлены сувениры, а главное – кубки. Наш Одинцовский Оскар. Скромную музыкальную ноту поставили на пьедестал с развивающимся, как знамя, нотным станом. За всю историю фестивального движения «Играй гармонь» таких наград никогда не было. Это супер! Это такой подарок, это такой достойный подарок, что гармонист может гордиться! Фестиваль закончился премьерой песни Сергея Ижукина и Сергея Борискина в исполнении ансамбля «Россияночка» и всех гостей «На веки, дорогое Одинцово». Галина Поликарпова, Дмитрий Цебулевский, телекомпания «Одинцово». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...